Продолжение следует... 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 Прежде всего... Это... Родение... Ильи Максимовича... К приобщению своего... Родного народа... Своих сородичей... К русской грамоте... Осознание необходимости... Приобщение именно... К русской грамоте... Возникло... У якутского народа... С момента... Первой встречи... Наших предков... С... Русским населением... Человек с человеком... Должен... В общем-то... Изъясняться... На... Весепе... Понятном друг другу... Тяга... Стремление... Местного населения... К не русской грамоте... Овладению... Русской грамотой... Оно изначальное... Изначальное... Вот как оно... Перетворялось... Жизнь... Вот это уже... Другой разговор... Другой вопрос... Потому что... Первые... Русские... Казаки... Которые... Прибыли... На... Территорию... Ленского края... Предпочитали... Довольство... Талмачами... А вот эти... Талмачи... Переводчики... Они доводили... До местного населения... Чего хотят... Вот... Новые люди... Этого... На протяжении... Достаточно... Делительного времени... Было достаточно... Для того... Чтобы... Поддерживать... Верноподданнические... Отношения... Между местным населением... Не только... Ягуток... Но и всей... Сибири... По всей... Переверии... Российского государства... Тогда... Но потом... Российской... Тяга... В русской грамоте... Она стала... Обладать... Все большим и большим... Контингентом людей... И противостоять этому... Было уже достаточно сложно... С другой стороны... Метрополия... Тоже была заинтересована... Чтобы его подданные... Хорошо знали этот язык... Так что тут... Шел... Достаточно... Обоюдный процесс... Но он шел... Очень медленно... Илья Максимович Адрин... Это... Родом... Из... Конголовского... Он был... По сути... Не первым... Кто... Поставил вопрос... О... Массовом... Приобщении... Местного наследения... К русской грамоте... У него были... Свои предшественники... Это... Прежде всего... Депутат... Екатерининской комиссии... По составлению... Нового соборного уложения... Анголовский... Князец... И голова... Сафрон Сыранов... Сафрон Сыранов... Он... За 30 лет... До... Э... Э... Это... До факта... Открытия... Вот... Школы... Приспаска... Монастырен... Уже на уровне... Российской империи... И... Иркутского губернаторства... Ставил этот вопрос... И даже добился того... Что... Иркутский... Губернатор... Поручил... Местному... Якутскому... Воеводе... Обучать... Якутских... Детей... И... Юношей... Русской... Грамоте... Где только... Возможно... Всякими... Способами... Дать... Образование... Якутским... Детям... Желающим... Получить... Образование... Полусное... Образование... Тоже... Было... Инициировано... Не без... Участие... Депутата... Екатеринской комиссии... Собона... Саранова... Поэтому... Подводя итог... Вот... Деятельности Саранова... Можно сказать о том... Что он... Родил... Не о получении... Вот этого... Грамоты... Одним... Каким-то... Отпрыском... Или... Каким-то... Сословием... Местного... Якутского... Населения... А он... Говорил... Ставил... Изначальный вопрос... О получении... Грамоты... О... Населения... В целом... А это... Очень важно... Существенно... Он... Ставил... Вопрос... Намного... Шире... Говорил... О том... Что... Якуты... Имеют... Охоту... Овладеть... Русской... Грамотой... И этот вопрос... Он... Ставил... Иркутским... Губернатором... И... Добился... Определённых... Успехов... Есть... Одно... Объединяющее... Вот... В этом сюжете... Следующим сюжетом... Который связан уже... С... Барагонским... Головой... Алексеем... Оржаковым... Который... За... 10 лет... До... Инии... Шадрина... 1789... В этом году... Имел... Личную... Встречу... С... Императрицей... Екатериной... Второй... И... Представил... Ей... Обстоятельный... План... О... Якутах... Это... Короткое... Название... Сокращённое... План... Якутах... Состоящий... Семи пунктов... И... Шестым... Пунктом... Своих... Прешений... Прошений... Алексей... Оржаков... Поставил... Перед... Императрицей... Вопрос... Не о... Образовании... Как таково... Конкретно... Об открытии... В... Городе... Якутское... Учебного... Заведения... Для обучения... Там... Он пишет... Только... Якутских... Детей... То есть... Здесь... Уже... Конкретная... Цель... Якутские... Дети... Должны... Получить... Русскую... Грамоту... А... Создать... Надо... Учебное... Заведение... Специализированное... Чтобы... Они могли... Там... Получить... Системное... Образование... Это... Существенный... Прогресс... Постановки... Вопроса... По сравнению... С тем... Что говорился... Фронт Сыранов... Если Сыранов... Говорил... Об общем... Желании... Местного... Населения... Обучиться... Русской... Грамоте... То... Алексей... Аржаков... Уже... Говорил... О... Конкретных вещах... Об открытии... Учебного... Заведения... И... Об... Подготовке... А... Людей... С... Базовым... Русским... Образованием... Представьте... Себе... 1789... Год... Было... Всего... Один... Два... Циферные... Навигацкие... Школы... Словесная... Одна школа была... Но они... К концу... Восемнадцатого... Года... Были... В основном... Закрыты... Работали... С большими... Перерывами... Вот... Навигацкая... Последняя... Навигацкая... Школа... Она была... Закрыта... 1793... Году... И... После... Она не восстанавливалась... И... Поэтому... По велению... Императрицы... Екатерины... Второй... Открыть... Городе... Якутске... Не только... Школу... А... Именно... Школу... Для... Якутских... Детей... Застала... Конечно... Местная... Власть... Врасплох... Они... Вообще... Об этом... Не думали... У них... Вот эти вот... Навигацкие... Циферные... Небольшие... Школы... С десятком... Учеников... Содержать нечем было... По... По велению... Иркутского... Губернатора... Навигацкая... Школа... Была закрыта... Как ненужная... И обременительная... Для... Казенного... А в это время... Якутский... Князец... Перед Екатериной... Второй... Ставит вопрос об открытии... И специализированной... Якутской... Школы... И получает от нее... Добро... Екатерина... Вторая... Направляет... Свой указ... Губернатору... Иркутской области... Пилю... Пилю... Некуда деваться... Он направляет... Этот указ... Прямиком... Местному... Воеводе... И говорит... Дерзайте... Ребята... Открывайте... Школу... Но... Бюрократия... Она... На той... Бюрократии... Чтобы... Как-то... Угодить... И тому... И другому... И оказаться самому... В общем-то... Достаточно... В целом... Положение... Сопронить себя... Бюрократия... Нашла очень хороший способ... Уйти от этого вопроса... От этой темы... В целом... Алексей Ржаков... Перед императрицей... Ставил вопрос об открытии... Казенной школы... На казенном кошке... То есть... Государственную школу... И Екатерина Вторая... Отправила... Губернатору Пилю... Вот... Такое повеление... Но... Слово... Казенный кош... Она упустила... Она сказала... Открыть школу надо... Это... Полезное дело... И... Поставила... Губернатору... Это... Это... Наказ... Пиль... Ухватился... Вот... За пропуск этого слова... Он... Заставил... Обширное сообщение... Что... По велению... Перед лицей... Мы принимаем... К безусловному... Беспрекословному... Исполнению... Но... Так... Создание школы... Она идет... По инициативе... Местного населения... Мы хотим... Вот с этим местным населением... Позаветоваться... И... Пусть... Они вот... Все... Что... Все содержание школы... Начинают... Строительство... Оплату... Учителей... Там... Проживание детей... И так далее... И так далее... Посчитают... И... Внесут... Взнос... С... Собственного... То есть... Все расходы... На открытие... Якутской школы... Были... Переложены... На местное население... И... Просьба... Алексея Аржакова... Оказалась... Отложенной... На несколько лет... Ну... Судя по исторических данным... Примерно на 10 лет... Потому что... Илья Максимович... Свою просьбу... А... Священный Сенот... Передал... А в октябре... А нет... 9 ноября... 1799 года... Передал... Так что... Между этими... Довумя... Документами... Разрыв... И... Вот... Следующий сюжет... Илья Максимович... По-другому... Понимал... Представлял... Как можно... Открыть... Якутскую школу... А... А... При этом... Получить... Безоговорочную... Поддержку... Государства... Бюджета... Прежде всего... Бюджета... Вопрос... Об открытии... Светского... Образовательного... О... Необходимости... Светского... Образования... То... Илья Максимович... Изначально... Поставил... Вопрос... О... Необходимости... Церковного... Образования... Для того... Чтобы... Эти... Люди... Получив... Все... Хорошую... Церковную... Подготовку... Могли... Способствовать... Распространению... Христианства... А именно... Православной... Веры... Якутской... Области... Он так... Поставил... Вопрос... И поэтому... Его вопрос... Был рассмотрен... Святейшим... Синодом... И... Примечательно... Что... Документ... Поступил... Через... Генерала... Ньютанта... Тогда же... Еще... Живого... Императора... Павла... Дмитрия... Неплюева... Девятого... Ноября... А... Святейший... Синод... Рассмотрел этот вопрос... Одиннадцатого... Ноября... Через два дня... Он... Рассмотрел этот вопрос... И... Заговорочно... Его... Утвердил... И... К... Чести... Святейшего... Синода... Надо сказать... Он сразу... Определил... Какой... Должна быть... Эта школа... Синод... Напрямую... Сказал... Эта школа... Должна быть... Христианской... Для обучения... Детой... Детей... Церковной... Грамоте... Но так как якутские дети... Они... Не умеют... Не знают... Русского языка... То нужно этим детям... Прежде всего... Сделать так... Чтобы они... Обучились русской грамоте... Правильно же... Логично... Через знание русской грамоты... Переобщиться... К... Церковным... Духовным... Ценностям... Шадвин ставил именно на этом... Он не говорил о светском образовании... Он говорил о христианском... Православном... Церковном... Образовании... Но для того... Чтобы стать... Вот таким... Образованным... Человеком... Он должен сначала... Изучить русский язык... И вот он... Таким образом... Досик двух целей... Синод сразу сказал... Лучшие... Из этих... Детей... Школа так и была написана... Это якутская школа... Лучшие из этих детей... Будут дальше направлены... В Иркутскую семинарию... Для повышения своего... Уровня образования... И... Должны быть готовы... Стать... Духовными... Церковными... Служителями... Остальных... Остальных... Сказал... Ну... Которые... Не... Предъявят... Таких... Больших усердий... И так далее... Направить обратно... В Улусы... То есть... К месту... Откуда они... Прибыли... Но они же туда... Вернутся... Образованными людьми... Знающими... Русскую... Грамоту... И... От них... Пошла... Вот... Первая... Достаточно... Большая... Волна... Образованных... Улусных... Писарей... И так далее... Образованных... Людей... Которые... Потом... Распространяли... Русскую... Грамоту... Среди местного... Якутского... Населения... Вот... Вам... Пожалуйста... И... Церковное... Дает эта школа... И церковное... Образование... Илья Максимович... В этом плане... Молодец... Он очень хорошо... Угадал... Верение... Времени... Вы помните... В 1802 году... Как раз... Было создано... Министерство... Просвещения... Просветительские идеи... Екатерины... Второй... Вот... Перетворялись... Жизнь... И эта школа... Как раз... Работала... Школа... Конечно... Бедствовала... А... Там... Много чего... Не хватало... Начиная... От... Учебников... И... Кончая... Учителями... Которые... Даже... Были... Знать... В том числе... Ну... Что-то... Знать... Якульском языке... Это... Была... Уникальная школа... И... Так... Были... Конечно... Сложности... Но... Эта школа... Существовала... До тех пор... Пока... На базе этой школы... Стало возможным... Открыть... Духовную школу... То есть... Свою миссию... Она выполнилась... Полна... Так что... Вину ставить... Это... Якульской школе... Нельзя... Знаменателен... Сам факт... Появления... Такой школы... И... Должны быть... А... С... Благодарностью... Названы имена... Тех людей... Которые сделали... Возможным... Открытие... Появления... Такой школы... Вот... Сегодня... Владыка Роман... Сказал... Что... Школа... Имела... Миссионерский... Характер... Ну... Эта... Школа... Имеет... Миссионерский... Характер... Потому что... Обучение... Русской... Грамоте... Обучение... Церковному... Делу... Это... Миссия... И... Любое... Учреждение... Которое... Занимается... Этим... Делом... Несет... Миссионерскую... Функцию... В этом... Плане... Эта... Школа... Эта... Школа... Кстати... Вот... Один из... Исследователей... Этой... Школы... Как-то... Один раз... Тоже... Обмолвился... Что... Эта... Школа... Эту... Свою... Миссию... Эта... Школа... Выполнилась... Полна... 220... Лет... И... Первый... Экзамен... Состоялся... Весной... 21... Года... 1821... Года... Первый... Экзамен... И... Кстати... Синод... Святейший... Синод... Через... Иркутского... Архиепископа... Пениамина... Требовал... Отправить... Им... Непосредственно... Результаты... Экзамена... И... Архимандрит... Нифон... Настоятель... Этой... Он... Напрямую... Отчитывался... Перед... Синодом... Указывал... Какой ученик... Какую оценку... Получил... Как... Даже... Какой ученик... О чем... Говорил... Там... Записи... Есть... И... Эти... Записи... Они... Отправлялись... На... Прямую... Все... Эти... Школу... Недостаточно... Материалов... Это... В общем-то... Говорит... О том... Что... Мантре... Стоит... Еще... Покопаться... В архивах... Десятки... Единиц... Хоронения... И... Илья Шадрин... По сути... Является... Одним из... Самых... Таких... Документированных... Общественных... Деятелей... Истории... Нашей... Республики... Потому что... Он... Несколько раз... Бывал... В Санкт-Петербурге... С Александром Первым... Встречался... В 1812 году... Когда Наполеон... Стоял... В Москве... Александр Первый... Его... Перегласил... И... Там... В камерфурьерском... Журнале... Написано... Беседа делилась... Полтора часа... Он... Туда... Зашел... Не один... А... Еще... С одним... Своим... Товарищем... Племянником... Вот... Галина Ефимовна... Говорила... Что... Своего сына... Он отдал... Этот... Кадетский корпус... Морской шлях... Это... Было... Уникальное явление... Если бы этот парень... Не умер... Он умер... Пятилетнего... Сына... Своего Ивана... Он устроил туда... Через... Казадавлево... Через... Голенищево... Кутузово... Он с ними был знаком... Они... У них... Обширная переписка... Хранится в Архиве... Обширная... И вот... Через них... Он... Добился того... Там написано... Император Павел... 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 Он... Павел... Павел... Вот. И если бы этот парень там проучился, то он бы участвовал обязательно в войне 1812 года, потому что он поступил 5-летним мальчиком в 1800 году. Ему как раз к войне было бы 17-18 лет, а там воевали такие ребята. Вот. И ему было бы к моменту постания декабристов тоже очень хороший возраст для того, чтобы испытать себя и на этом поприще. Но история не имеет сослагательных наклонений, к сожалению. Этот уникальный сюжет был прерван на самом начале своего разбития. Жалко. И, кстати, о Сиинской Воскресенской церкви. Вот свою поездку в 1799 году Илья Шадрин использовал для пробивания двух вещей. Он в ноябре поставил вопрос об открытии школы, А еще до этого, в августе месяце, он поставил вопрос об открытии Сиинской в Хангаласском обусе церкви. Он эту церковь хотел назвать церковью во имя Ильи Пророка. Это 220 лет назад. Тогда вот святителю Иннокентию Вениаминову было 5 лет. 5 лет. Вот в это время вот этот якутский князец поставил вопрос об открытии у себя на родине церкви, носящую, ну, опосредованную его имя, церковь Ильи Пророка. И он добился своего с большими боями, потому что Павел Первый, который изначально поддерживал эту идею, он в следующем, в 801 году умер. Да, при загадочных обстоятельствах. А те, кто пришли после него, все, что любые начинания Павла, они как-то начали спускать на тормозах. И поэтому отложили этот вопрос надолго. Благо, оппонента у Ильи Шадрина было достаточно у себя на родине. Придкость, это его такая энергетика, она не всем нравилась. И сородичам, и особенно местной администрации царской. Поэтому вот эта возможность, немножко вот охладить пыл Ильи Шадрина, вот здесь, в Якутской области, использовали сполна. Но, тем не менее, спустя 23 года, церковь эту он открыл. Он еще был живой тогда. Открыл эту церковь. Церковь получила название Воскресенская церковь. А там есть два прихода еще, слева и справа. Один из них называется, назван именем Николая Чудотворца Милитрийского. А вторая носит название Ильи Пророка. Так что, он и ребятам оказался последовательным. Он имя свое в этой Воскресенской, Сининской церкви все-таки сохранил. И, кстати, Ваше Высокополисове священство в будущем году, в 22-м году, 3 февраля, это дата открытия этой Воскресенской церкви. Она была открыта в 1822 году. Не открыта, а освящена 3 февраля 1822 года. Освящена среди столиков, в том числе и столиков церкви, здесь есть заблуждение. У Юргановой там стоит другая дата. Она называет дату 1815 год. Это неправильная дата, потому что на эту цифру взяла с клировых ведомостей 1909 года. Спустя практически 100 лет после того, как это событие состоялось. А Федор Григорьевич Сафронов, он был ближе, но он тоже ошибся на один год, потому что он взял это уже с рукописного, книжного, вернее, источника. У него стоит дата 1823 года. А на самом деле есть клировые ведомости. Они собрались, кстати, в нашем архиве. В этих клировых ведомостях датированы 1832 годом. То есть спустя всего 10 лет после освящения церкви там черным по белому написано, что эта церковь открыто построена в завершении построительства 1921 год, а освящена 3 февраля 1922 года. Там полностью записано, кто принимал участие в освящении, кто был первым настоятелем этой церкви, какой был препод, ты видишь, какой был, и так далее, и так далее. Все полностью досконально написано. Это хвала церковным слушателям. Они были очень педантичными, очень аккуратными людьми при описании истории своих учреждений. И это помогает нынешним историкам, архивистам, которые иногда, к сожалению, подходят к своим профессиональным обязанностям не совсем добросовестно. Поэтому в будущем году было бы очень хорошо, чтобы вы тоже, главвика, приняли участие в этих мероприятиях. Это для нашей области, для Якутии, для истории распространения христианства, православной веры очень важная дата. Это очень важная дата. Здесь присутствуют и из других регионов нашей страны Дальний Восток присутствуют. И для вас тоже, я думаю, что вот такой подход к изучению своего прошлого, он в чем-то тоже имеет какую-то пользу. Большое вам спасибо. Архиепископ Якутский Еленский роман за особую роль в консолидации общества и укреплении дружбы народов вручил Александру Жиркову памятную медаль Якутской епархии. Субтитры создавал DimaTorzok